здравствуйте уважаемые зрители я гроссмейстер сергей шипов покажу вам первую партию матча на первом 100 мира между претендентом фабиана кроаны который играл белыми фигурами и чемпионом магнусом калсом надо сказать что партия удалась на славу уже в дебюте мы увидели очень очень важный момент после хода е4 вполне ожидаемого в исполнении фабиана магнус ответил c5 то есть конечно же вот в этой позиции все-таки мне кажется больше ожидал штаб претендента увидеть ход е5 ну и последующие испанские или какие-то еще дела но чемпион мира наверняка работа в том числе и на неожиданность поэтому после хода c5 конь f3 конь c6 вот здесь претендент немножко задумался ну и понятное дело что здесь выбор играть d4 с риском оказаться в тисках челябинского варианта или сыграть слон b5 вариант рассолима который как раз позволяет эти все челябинские трудности с получением перевеса белых избежать и так именно вариант рассолима избрал претендент последовал ход g6 вполне достаточно вполне основной солидной который в принципе можно ожидать очень часто здесь белый сразу берут на c6 определяют структуру и здесь вместо вместо хода bc который например мне кажется более сильным потому что приближает пешки к центру последовал взять и взять из d7 но у него есть у этого взять есть свои конечно плюсы потому что слон где-то может выйти или на g4 или на е6 но посмотрим что было дальше достаточно стандартное развитие фигур и до рокировки вот заметьте до рокировки черные начинают крутиться конем то есть одна из идей где-то коня через f8 е6 переправить на d4 а пешка идет на е5 ну вот в данном случае пока белые цепляются к пешке на c5 не не пускают этого коня но черный что называется развязывает своего ноги своему коню ходом b6 пешка защищена но вот здесь у белых есть пару интересных планов можно проводить f4 можно проводить b4 этой цели служит ход а3 и павиана остановился именно первом плане конь h2 конь f8 как ни странно ход f4 новинка здесь в партии предшественника маник вот есть такой мастер 2440 он сначала сыграл ферз d2 то есть не в 4 сыграл ферз d2 затем решил разменять слонов на поле а6 мне кажется ничего серьезного белого нет у белых не было я даже не стану вам показывать эту партию просто отмечу что соперник его действовал слабее он на 400 пунктов ниже и так ход f4 по-своему логичный культурный белые вскрывают центр мне кажется что и взять и ладью абсолютно грамотно и то есть черный немножко отстает развитие вот где-то с этого момента ходы чемпиона мира стали вызывать некоторые удивление у меня но оказались довольно довольно толковый вместо коня на и 6 стал слон и потом хорошо ладья f2 это достаточно разумная профилактика то есть белый сохраняет возможность стваиваться по артикали f и вот ход h6 я поначалу подумал что таким образом черные пытаются воспрепятствовать ходу ферз d2 с дальнейшим разменом но оказалось что это более амбициозный амбициозный замысел но может быть фабиана здесь не прочувствовал динамики позиции дело в том что черные все-таки слегка нарушают шахматные принципы отстают развитию видите как все стоит по восьмому ряду может быть надо было здесь сыграть конь f3 то есть вернуть коня в центр сделать ставку на d4 после чего конечно возникали дикие осложнения но он сделал стандартный ход ферз d2 g5 ну и вот выяснилось что черные она именно на королевском фланге хотят проявить активность и вовсе не факт что король их уйдет именно туда вот может быть и и здесь тоже был важный момент белый имели право обострить игру ходом конь е2 то есть я показал стрелочками что конь стремится на f5 но правда за такую вольность надо платить потому что пешка b2 остается под боем но примерный вариант такой значит слон b2 ладе f1 теперь конь стремится на g3 на слон е5 можно вот коня на ф3 вернуть и все-таки сыграть d4 это вело к необозримым осложнениям но видимо для фабиана каруаны который только стартовал матч он еще не был готов к столь радикальным действиям он поставил ладью вторую на f1 то есть действовал достаточно стандартно и как мне кажется шаблону ферз d6 классный ход кстати то есть здесь берет ферз под контроль важные поля и обратите внимание черные делают длинную рокировку вот теперь выясняется что вся эта конструкция белых фигур на королевском фланге не имеет никакого смысла ученых есть хорошие перспективы развить атаку именно на королевском фланге в то время как на ферзовом собственно ничего толкового белые добиться не могут скажем если сыграть a4 опять тогда следует и полностью закрывается фланг ну может быть дорогие друзья может быть здесь надо было вместо прыжка коня на f6 все-таки сбросить пешку на е5 но мы с мари фаминых безо всяких компьютеров эту идею придумали в прямом эфире взять на и 5 конь е4 но мы конечно не видели вот чего дорогие друзья здесь в анализе надо бы надо было найти вот что после размены на и 5 белый играет ферзь е1 и вот такой тонкий перевод слона через d2 на c3 давал был достаточно ощутимую инициативу но не смог до этого догадаться фабиана крана и кто бросит в него камень пусть тогда сам попробует попробовать все это найти и так было сыграно конь f6 и черные очень удачно раскрутились конь неожиданно пошел не на g6 но если разменяться на d7 тогда белых вообще не останется активной игры черные пешки пойдут вперед конь h5 ну и вот фабиана попытался таким образом создать стену на королевском фланге решение магнуса по методы магнуса по разрушению этой стены конечно очень поучительно f6 колоссальный силы ход потому что слон идет через f7 уничтожать коня и тогда белый пешка покидает поле g4 после чего возникает идея какого-то вскрытия игры но мне кажется что фабиана здесь чувствовал себя не в своей тарелке вот этот ход b3 с последующим маневра коня на d1 конечно не производит никакого впечатления и кто бы мог подумать что этот конь на d1 задержится причем надолго здесь последовало еще одно шикарное решение со стороны магнуса то есть кажется кажется со стороны что давление на пешку f7 белый изрядно сдерживает атаку черных а если сразу разменяться на h5 тогда потом ферзь через е2 пойдет будет контролировать поле g4 но здесь магнус неожиданно оставил эту пешку под боем и переводит коня через е6 вот уже на казарные пункты на f4 на d4 то есть а размен на h5 остаются на будущее ну фабиана молодец конечно поднял эту перчатку здесь анализ показывает что ученые вообще могли не торопиться сначала увести слона из-под рентгена белых водей сначала сыграть слон g6 потом уже конь идет на e6 и собственно белым очень тяжело защищаться вот но для человеческой партии это было бы слишком такое оригинальное решение конь е6 сыграно но в этот момент пожалуй белым стоило постараться добраться до до слона f7 то есть ход конь d7 этой цели отвечал ну размены конечно к выгоде белых потому что потом можно будет на поле f5 где-то утвердиться видимо сильнейший ответ слона f4 конь неожиданно возвращается то есть таким образом белые просят ничью на слон е5 снова конь d7 но то поэтому здесь надо смотреть про fh5 взяли 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 и вот здесь положение с лишним качеством у черных мне кажется белых очень серьезные шансы на спасение потому что пешек то много а конь выходит на е3 вот но это все не состоялось то есть после конь е6 фабиана сыграл конь h5 ну здесь позиция стала достаточно тревожной снова кстати слон же 6 очень сильный ход с идеей знаете какой с идеей сначала поставить ладью на g8 потом уже бить и прорываться если фир стоит на е2 где-то под конь d4 попадает но такие супер решения ну видимо подвластно супер компьютером а для человека конечно это очень тяжело в общем магнус сыграл по простецки слон бьет h5 жажко не в 4 но надо торопиться по идее потому что белые угрожали маневром ферзь е2 ферзь g4 как-то укрепить королевский фланг он не в 4 ну и вот возник очень важный момент я думаю что это психологически такая тонкая ловушка последовала со стороны чемпиона мира если бы он побил слоном на f4 то белый уж конечно же были обязаны жертвовать качество ну не дожидаясь последующей атаки и уверяю вас что в случае всех этих разменов ну мне кажется что шансы на спасение белых достаточно велики потому что конь идет на f5 в общем в этом случае партия могла закончиться миром пусть конечно и в борьбе вот но магнус сыграл гораздо хитрее gf то есть тут он еще оставил для соперника возможность поразмышлять например если здесь белый бьют ладья бьют f4 то у фобиана который к тому времени попал уже цвет нот но у него наверно возникло ощущение что черные вообще не хотят брать эту жалкую ничтожную ладью потому что слон на e5 конечно фантастически грозный вот анализ правда показывает что ничего лучше чем слон бьют f4 нет я тут посмотрел даже виртуозный ход c4 который конечно потрясает воображение ну вскрывает какие-то новые новые линии для для черных фигур вот съедаем пешку на h5 идея в том что потом пешка h толкает идет вперед и все-таки дорогие друзья здесь компенсация за качество бела хорошая потому что поле в 5 является такой надежный прекрасным острогом прекрасный форпост на пути черных в общем здесь фабиана откровенно ошибся ход ладья g2 но пожалуй первый ход который я вот таким веским вопросительным знаком на оцениваю и так ладья g8 теперь ученых очень простая игра просто лезут лезут на поле g2 на поле g3 то есть ладья идет на g8 но вот оказалось что эта заслонка на поле g4 она временная дело в том что черные они торопливо съедают пешку наш 5 а потом свою пешку со 6 активизирует и получается так что оборона черных белых практически не держится здесь вот во время прямого эфира мне показалось что ход е4 е5 достаточно симпатичный но идея активизировать как-то ферзя но анализ показывает что нет нет здесь надежной защиты все-таки белый король гол как сокол и вот один из вариантов которые здесь можно привести это переход ладей на окончание ученых лишний пешка она во-первых проходная а во-вторых но есть у белых слабости на ферзем фланге в общем король едва ход по-своему объяснимы но и здесь уже медицина народная бессильно потому что у черных есть массу возможностей но одна из возможностей заключалась здесь в том чтобы сыграть ферже 7 и просто забраться на ферзем фланг защиты в этом случае найтись найти не удалось а улади конечно идея забраться на же 4 очень достаточно простой выигрыш безо всяких вариантов но магнус сыграл ферже 1 как-то ему он очень увлекся этой вертикали уже после конь f1 еще чемпион мира сделал очень сильный ход h4 но сам правда не использовал силу этого хода король d2 король b7 выгодное вступление но и здесь фабиана от безысходности сыграл c3 но я думаю что если бы он так не сыграл черный еще могли бы усилиться ходом b5 там сломан скакивает и вот здесь после 38 хода возникла критическая ситуация когда конечно чемпион мира следовало все-таки используется вот этот подключение еще одной пешки ему надо было пожертвовать качественно же 3 ладья же 3 2 восклицательных знака а можно кстати без восклицательных но так гарри каспаров потом после партии заявил но что как же можно было не поставить ладью на же 3 в лице магнус наверняка бы это сделал потому что здесь получается пара мощных проходных и самое конечно приятное что ферз забирается на ферзовый фланг и начинает есть пешки белых то есть для каспарова совершенно естественно натуральный ход но и для карлсона поверьте это тоже более чем подъемное решение вот я тут я еще пару ходов написал но точный ход b5 фиксирует подавляющее преимущество черных слон идет на e5 пешки на c5 падают там пешка а проходит а у белых нет никакой контр или в общем это был достаточно простой выигрыш то есть надо было просто решиться магнусу кстати говоря в этот момент у него было там 7 8 10 минут но тон долго думал сыграл слон е5 ну и вот здесь после король c2 уже немножечко ситуация изменилась я здесь тоже смотрел ход ладья g3 который уже на самом деле ведет к неясным последствиям дело в том что освобождение поля d2 дает белым определенную контр игрушку они ставят ладью и начинают толкать эту пешку вперед ну например на ферзи 1 уже можно бить 1 2 шахи шахи не опасно король убегает где-то на е2 ну и вот тяжелые фигуры белых их тоже нельзя недооценивать вот и черный король где-то может включиться в общем здесь прямого выигрыша нет зато черные имели возможность не торопливо усиливать позицию ходом ходом b5 вот в этом случае положение белых оставалось безрадостным я думаю что тоже тоже проигранно потому что где-то потом в будущем можно b4 прорезать черную диагональ и все-таки добраться до белого короля магнус сыграл ферже 7 ему просто показал что взять и на c3 будет страшной идеей но тут он очень серьезно ошибся я я думаю что после хода конь h2 но следовало конечно же вернуться назад на g1 вернуться к прежним идеями на конь f1 сыграть b5 но последовательность это одно из качества людей и иногда это последовательность проявляется в том что они эти люди последовательно проходят неправильные идеи в общем здесь последовал слон c3 ферзь бьет f4 белые вырвались на волю и самое главное получили возможность где-то подменивать ферзей если король ушел на 6 тогда кони в 3 белые успевали взять под контроль ключевые полярценты в общем скорее всего здесь уже ничего серьезного черненьких нет но я конечно покажу вам какие-то еще нюансы в этом окончании молодец фабиана кстати нашел спасительную идею с продвижением пешки е вперед абсолютно такие единственные ходы со всех сторон черные тоже даже немножко рисковали там угрожал прыжок коня на d6 вот в этот момент фабиана сделал судя по всему единственный с практической точки зрения ход a23 который дает белым ничью если бы он сразу поторопился есть пешку h3 вот здесь возникало ладейное окончание которое в эфире мне показалось просто безнадежным для для чего для белых потому что я решил так что черный кроль прорывается вот посмотрите какой вариант был король бы опять а3 ладья d2 вот вроде как нападаем ну белый пока выжидают и после хода опять именно после хода опять то есть дожидаются пока поле опять оказывается занято они играют король c1 и вот здесь выясняется что им и ладежи ладежи 4 кстати еще один очень правильный ход выясняется что нельзя есть на а3 в этом случае черная ладья просто теряется напрочь так что здесь скорее всего черный держится белый держится но на самом деле здесь черники могут играть на победу иначе король может пройти не на ферзовом фланге а через центр то есть сильнее сразу поставить ладью на d2 поставить пешку на b5 ну и дальше король как-то вот начинает где-то грамотно выдвигаться по центру вперед-вперед там допустим на d5 на d4 а если сыграть если сыграть король c1 тогда вот в данной ситуации пешку на ты уже можно и нужно брать ученых но скорее всего выигранной позиции вот возможно какие-то этюды здесь и могли состояться но а зачем это нужно фабиан он сделал шикарный ход а3 и теперь разница заключается в том что после разменов белый король не обязан уходить на b1 он идет на c3 пешка на 2 не зависает то есть во всех ладейных окончаниях на b5 b4 то есть здесь все четко фиксирует эту структуру итальянец то есть американский итальянец так но здесь выяснилось что черного короля очень трудно активизировать король б7 тогда сразу вилка если король идет на b6 но тогда вот вилка происходит на поле c8 правда белый не выигрывает а получается окончание с лишним качеством у белых но скорее всего ничейно в общем магнус здесь сразу побил на и 7 и партия у нас перешла владей на окончание и это 55 ход и соперники еще 60 ходов мучились ну что сказать магнус просто упорствовал и безумствовал потому что ему было очень жалко упущенный перевес давайте здесь довольно долго магнус пытался провести а7 опять и во время прямого эфира не всегда было понятно почему он это не делать но сейчас я покажу вам один моментик довольно важный потому что вот здесь вместо хода 6 можно было сыграть король б7 давайте просто прикинем а ладья аж 8 и опять но кажется что черные добиваются своей цели да потому что после размена король идет на б6 оттесняем белого короля ну и может быть какие-то небольшие шансы на победу появится на самом деле здесь после взятия на 5 у белых есть очень сильный ход д5 я уверен что фабиана его видел теперь если взять на д5 тогда после король б4 просто теряется пешка б5 причем в такой обстановке когда с ней белые оставшиеся в живых черные пешки на д5 белые смогут бороться а если сыграть ц5 вот собственно это надо было считать здесь выясняется что положение ладьи на опять чрезвычайно неприятно и для черных у короля нет дорожки для бегства да король на 5 не идет и поэтому приходится отступать где-то на последнюю горизонталь и после хода d6 у белых возникает серьезная контригра хоть b4 хоть c4 везде белый король идет вперед и в общем поверьте здесь выигрыша нет что на самом деле видно и человеческим взглядом в общем магнус енакович здесь воздерживался от каких-то активных действий и ничего не смог изобрести то есть эти эти ходы сейчас мы смотрим пулеметном стиле фабиана был терпелив аккуратен стоек как тот самый оловянный солдатик который не сходил со своего поста вот в итоге магнус разменял пешки a6 на d4 но к пешке b4 добраться по большому счету уже шансов не было так что еще немножко потоптавшись и отняв у комментаторов и зрителей последних последние силы магнус енакович согласился на ничью вот после 15 115 хода белых ладья 8 на в начале восьмого часа игры соперники наконец-то согласились на ничью после чего счет матча стал сейчас я попробую его выставить это значит счет матча стал равный пол очка на пол очка сейчас я это сделаю 05 вот такая первая партия мне кажется она действительно произвела большое впечатление потому что была фантастическая борьба был была интрига была выгодная позиция ученых но белые прекрасно защищались то есть и претендент заслужил это спасение ну и чемпион конечно во многом во многом сам виноват что упустил победу то ли еще будет что я это так но ну и но вот но и но и Продолжение следует...